Молодёжь всегда идёт в ногу со временем. Команда Универ Ньюс собрала для тебя порцию самого свежего новостного контента. Привет! С вами Олег Скиданов. Что ждёт на сегодня? Смотрим! Деньги любят счёт. В Казанском университете проходит межрегиональная конференция по финансовой грамотности. Что, где, когда. В эрудиции соревнуются студенты-первокурсники КФУ. Ночной мэр Казани Артур Хасравян пообщался со студентами Казанского федерального университета. В Казанском федеральном университете проходит межрегиональная конференция по финансовой грамотности. Она нацелена на формирование навыков безопасного финансового поведения, обмен опытом и лучшими практиками. Подробности смотри в следующем сюжете. 25 октября в Казанском федеральном университете открылась межрегиональная конференция студенческих инициатив по финансовой грамотности. Форум проходит на базе Института управления экономики и финансов КФУ. Участие в событии примут студенты из восьми субъектов Приволжского федерального округа, преподаватели вузов, федеральные эксперты и представители органов власти и управления Республики Татарстан. Сегодня в рамках нашей конференции предстоит обсудить нам с вами одну не менее важную тему. Это тема повышения финансовой грамотности. Сегодня я думаю, что это касается не только тех, кто изучает и обучается на финансовых специальностях экономических. Это именно касается тех каждого человека, каждого личного и каждого гражданина. Главной задачей конференции является формирование основ финансовой грамотности. Также она нацелена на улучшение навыков безопасного финансового поведения, обмен опытом и лучшими практиками. Наша с вами задача в том, чтобы научить, прежде всего, научиться самим, научить свое окружение и научить тех, кто рядом с вами, друзей, семью, правильно распоряжаться теми финансами, которые находятся в ваших руках. На мероприятии будет вестись работа по нескольким секциям. Финансовый план семьи, как быть обеспеченным человеком, защитить себя и свою семью, все о страховании, налоги, заплатить и не разориться и другие. В рамках нашей секции предпринимательства мы как раз будем обсуждать данный вопрос вместе с вами, будем затрагивать важную тематику молодежного предпринимательства, будем рассказывать о тех важных проблемах и актуальных вопросах, которые касаются как раз молодежного предпринимательства. 26 октября состоится практический мастер-класс «Торговые терминалы и финансовые инструменты. Как сегодня работает фондовый рынок». А также открытые лекции, карьера финансовой отрасли «Практические советы» и блокчейн «Новая нефть России». Помимо этого участников конференции ждет семинар по проектному менеджменту. Артем Тупичкин, Владислав Михневский, Универ Ньюс. Медики, биохимики, генетики и другие представители научных кругов страны обменялись опытом на Всероссийском конгрессе «Симбиоз. Россия-2017». Многие среди них давно уже определились с темой своих научных работ, так что участие в мероприятии стало для них возможностью представить свои результаты на суд коллег и экспертов. Чем запомнится состоявшийся конгресс в этом году, расскажет Аделя Шемилова. Симбиоз. Россия. И, собственно, пять университетов России вошли в состав учредителей этой организации, соответственно, наш Казанский университет, Новосибирский, Пермский, Московский, Санкт-Петербургский. Работа конгресса разделилась на несколько направлений, а именно на секции по ключевым аспектам современной науки. Среди них образовательная секция. Она включает в себя лекции отечественных и зарубежных ученых. На общественной секции пройдут обсуждения и принятие программы развития симбиоз России, круглые столы и многое другое. Ну а что касается культурной программы, организаторы обещают проведение экскурсии по городу, Казанскому федеральному университету, с посещением научных центров и лабораторий. Мы ставим целью показать колорит Татарстана, показать, как изменился наш университет, потому что прошло 10 лет и это очень большие перемены. Победители научных секций получат возможность представить свой вуз, а сделать это предлагается творчески. Самое главное – выделить специфику представленного вуза. Ну а пока у участников есть достаточно времени, чтобы обдумать, насколько яркими и оригинальными будут выступления. Работа конгресса продлится до 28 октября. Посоревноваться не в силе и ловкости, а в эрудиции смогли студенты-первокурсники Казанского федерального университета. Давайте и мы с вами немного приоткроем завесу тайны и вместе с нашим корреспондентом Анной Глазуновой посмотрим, как проходят интеллектуальные соревнования. С 17 по 28 октября в Казанском федеральном университете традиционно проходят в фестивале первокурсников интеллектуальные бои. Интеллектуальные бои призваны популяризировать студенческую науку, занятия интеллектуальными играми. И каждый год придумываем, стараемся что-то новое, вопросы интереснее, придумываем новые форматы проведения. Это крупный интеллектуальный проект, представляющий собой цикл научно-образовательных конкурсов. В этом году он состоит из пяти этапов. Конкурс дебата и эрудит уже показал самых смышленных и рассудительных. А вот в малом зале уникса участники собрались, чтобы сразиться в игре «Что, где, когда». Ведущий задает вопрос-загадка о задаче команды найти правильный ответ. Главное сделать это необходимо за ограниченное время. На обсуждение ответа дается всего одна минута. Команда с интересом и воодушевлением обсуждали каждый ответ. Участники старались аргументировать свою точку зрения, предлагали возможные варианты ответов. Многие участники уже не раз соревновались в игре «Что, где, когда» и знают, как проходят подобные конкурсы. Мне всегда нравились соревнования на интеллект, «Что, где, когда», биотурнир. Я считаю, это хороший шанс проявить себя, сказать, на что ты способен. Это мотивация для роста, увидеть свои результаты, насколько ты интеллектуально развит. Робота в команде, она очень... Ну, мы же со своими одногруппниками, и мы как-то больше знакомимся, больше узнаем друг друга. Это даже очень полезно и важно для каждого из нас. Мне это очень нравится. Впереди участников еще ожидают соревнований в конкурсе по русскому языку и истории. Самые эрудированные команды получат дипломы и памятные подарки. Награждение команд состоится в ноябре в рамках мероприятий, приуроченных ко дню рождения Казанского университета. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюз. Артур Хасравян, ставший ночным мэром столицы Татарстана, встретился со студентами высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета. О том, как это было, ты увидишь в следующем сюжете. Буквально в мае этого года в Казани появилось инициативное сообщество по развитию сферы ночных развлечений «Ночная мэрия». Главной задачей ночной мэрии является организация интересной, насыщенной и безопасной индустрии развлечений ночное время суток. Ночным мэром в Казани стал Артур Хасравян. Продюсер и бизнесмен известной молодежи под псевдонимом DJ Art, который в среду 25 октября встретился со студентами высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. История, связанная и с ночной мэрией, и с инициативой по обеспечению развития креативных и ночных индустрий, она долгосрочная на самом деле. Мы просто начали этот процесс для того, чтобы как можно быстрее наше общество изменилось. За ним не поспевают ни креативные инициативы, ни какие-то создающиеся проекты. Первое, что приходит на ум человеку, который слышит «Ночная жизнь», это разрад и неприличие. Поэтому основная задача мэрии стоит на насыщении вечерней программы культурными событиями. Ведь сейчас десятки тысяч молодых людей проводят пятницу и субботу вне дома. За неимением других альтернатив это выглядит именно так. Собственно, смысл работы с этой проблематикой и с этими задачами, связанными с ночными индустриями, в первую очередь, сводится к тому, чтобы создавать больше предложений для людей, чтобы расширять их кругозор, расширять спектр возможностей, которые они могут использовать. «Ночная жизнь» – это не клубы-бары, это время другой идентификации социальной, это время вне офисов, банков и вузов. И для многих людей оно очень важно, не важно, где они находятся – дома, в клубе, на концерте или еще где-то. И эту работу нужно начинать. В рамках еженедельного мастер-класса в университет посетила также Влада Кротова с лекцией работы пиарщика на предприятии в режиме секретности и Илья Нарайхлина. Визуализации героев произведений Льва Толстого на киноэкране. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз. Жизнь – это круговорот событий. Чем больше неожиданных оборотов, тем интереснее. Живи ярко вместе с Универньюз. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok